МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 октября Нарву посетил председателем Центрального союза профсоюзов Хари Талига. Основной темой встречи был вопрос о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч семикрон в месяц. Конечно, нас уже постарались упрекнуть в том, что это слишком много, особенно учитывая то, что в экономике пока, можно сказать, наблюдается статистический рост или некое статистическое оживление или улучшение общей экономической среды. Но, с другой стороны, ясно, что наши требования и наше предложение сходят в первую очередь из того, что за эти три года все-таки жизнь подорожала, ведь в том же 2008 году индекс потребительских цен вырос на 10,6%. Если мы учитываем те прогнозы, которые есть на этот год и на следующий год, то эти 15% как раз и получаются. По словам господина Талига, повышение заработной платы способствует увеличению внутреннего спроса, что, в свою очередь, стимулирует рост экономики. Третий аспект, который тоже очень важный, это, естественно, то, что даже в условиях высокой безработицы, которая у нас сегодня, несомненно, существует, наши работодатели сетуют на то, что нет квалифицированных рабочих или квалифицированного персонала. Когда людям не платят зарплату или платят очень низкую зарплату, то, естественно, что и не найти людей, которые соответствовали бы тем требованиям, которые работодатели предъявляют рабочей силе. И в этой связи очень важно тоже подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы все-таки привлекает даже, если даже небольшую, то все равно очень важную группу людей обратно на рынок труда. Сегодня в Эстонии минимальная заработная плата составляет 35% от средней, тогда как в Европе считают, что она должна быть не менее 60%. Имидж страны с дешевой рабочей силой автоматически приравнивается к имиджу некачественной работы и небольшой прибавочной стоимости. Профсоюзы также заявляют, что повышение минимальной заработной платы не приведет к сокращению рабочих мест. Иногда можно услышать, что вот, безработица и так высокая, что здесь, мол, некуда минималку повышать. На самом деле в Эстонии минималка настолько низкая, что повышение минимальной заработной платы никак не отражается на занятости. Все-таки основной мотиватор для занятости – это все-таки общее экономическое положение, а не рост минимальной заработной платы. Господин Таллига уверен в успехе переговоров. Лично убежден, что мы все-таки добьемся новой минимальной заработной платы с 1 января следующего года. Также в ходе встречи обсуждался вопрос о требовании профсоюза повысить заработную плату транспортникам. И по сути сейчас они не требуют того повышения, именно повышения зарплаты, а того уровня, который они потеряли за это время кризиса в основном. Потому что сейчас мы говорим о профсоюзе целиком в Эстонии транспортников. И на многих предприятиях, в общем-то, за это время зарплата упала. К чести сказать, вот для Нарвы у нас тарифы у водителей автобусов не понижались. У нас прекрасный коллективный договор в Нарву-Севе, и, в общем-то, работодатель его не нарушил. Все, что было, то осталось. А, например, если взять Таллинт, Арту, то у них зарплаты были снижены. Сейчас они вначале, вот транспортники вышли с требованиями, чтобы зарплаты привести в соответствие к тому, который был до начала кризиса. И теперь вот они хотят еще и повышения зарплаты. Но, естественно, за такое время уже назрело, сама вот этот вопрос вообще созрел, что надо повышать заработную плату. Дни осенних каникул в художественной галерее проходит выставка «Сквозные объемы». Пробиваем выставку «Сквозные объемы». Это методическая выставка, и здесь я как преподаватель представляю работы своих учеников. С одной стороны, это студенты высшей школы Майнар факультета дизайна и мои ученики из Кескальной гимназии. На этой выставке мы увидим и графические работы, которые показывают объемы, изображенные на плоскости, а также увидим скульптурные композиции, которые в оригинальном жанре продемонстрируют возможности объема и света. Я рада приветствовать своих учеников и коллег здесь на выставке, которые могут своим творчеством поделиться с жителями Нарвы. Мне очень приятно, во-первых, присутствовать на таких мероприятиях. И надо сказать, конечно, что это не первое мероприятие, организованное уже в городе с участием наших студентов высшей школы Майнар. И, конечно, здесь хотелось бы поблагодарить Татьяну Сонину, нашего ведущего преподавателя, трудами которой, в общем-то, эти все мероприятия и выставки обрели, так сказать, жизнь в нашем городе. И я думаю, что одна из целей, конечно, и показать то, что у нас происходит, и другая цель, это то, что жители города могли бы, может быть, как-то проявить свою сопричастность, что ли, к тому искусству, которое у нас рождается именно в стенах нашей высшей школы. В Нарве существует очень большой нереализованный потенциал у людей, которые либо увлекаются, либо имеют какие-то склонности именно к творчеству. И хотелось бы, конечно, чтобы эти люди все, ну или не все, приходили к нам, и мы бы совместно создавали бы нечто подобное, что действительно дарит и радость, и счастье тем, кто это смотрит. Субтитры создавал DimaTorzok